Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как распознать образ Божий в другом человеке. Для начала надо понять, что же этот образ Божий, а на то мы, может, и замечаем образ Божий в человеке, просто не догадываемся, что это он, и путаемся с чем-то другим, что тоже имеет к Богу отношение и делает человека значительно лучше, но, тем не менее, не ограничивается образом Божиим. Откроем, собственно, книгу «Бытья», где говорится об образе Божием, самую первую главу и прочтем 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Тут попремся на традиционное святоотеческое толкование, которое разделяет, почему здесь сказано образ, «И подобие Божие». Это что, такой фразеологизм, это украшение речи? Нет, вот вспомните, как мы зовем святых монахов, которые потратили всю жизнь, чтобы посвятить себя Богу, стать похожими на Бога, стать подобными Бога, и у них это получилось. Причем в наивысшей степени, поэтому мы их прославляем. Преподобный. Преподобный Сергий Радонежский. То есть он в высшей степени уподобился Богу. В принципе, вся наша задача — это уподобиться Богу, уподобиться Христу. Вспоминаем, чтобы наследовать Царство Небесное. Кто его наследует? Наследник Царя Небесного. Кто сын и наследник Царя Небесного? Только Христос. Поэтому для того, чтобы нам вместе со Христом наследовать Царство Небесное, мы же к этому наследству не имеем отношения. Да, можем мы там взять, олигарх умирает и там свое состояние кому-то завещал из своих детей, что нам что-то перепадет из этого состояния. Только в том случае, если мы будем пусть и не кровными, но усыновленными детьми. Точно так же и здесь и мы становимся по подобию Христу, усыновляемся Богу. И Бог тоже нас принимает в свое Небесное Царствие. Поэтому прежде всего христианину надо сосредоточиться на том, чтобы в себе достигнуть подобия Божия. Вот как раз подобие Божие в другом человеке нам тоже полезно разглядеть, но для того, чтобы иметь некоторый образец святости, для того, чтобы формировать свой круг общения. А во всех остальных, как и верно замечено в вопросе, как распознать образ Божия в другом человеке. Это и очень-очень просто. Например, человек берет и делает зло. Сознательно делает зло. Это в нем проявляется образ Божий. Так что образ Божий делает зло? Нет. Потому что и когда человек берется и сознательно делает добро, это тоже образ Божий проявляется. Потому что образ Божий — это то, что у нас неотъемлемо, в чем мы будем похожи на Бога всегда. А подобие — это некоторые возможности реализации, приблизиться, стать таким, как Бог. Подобие Божий человек может полностью потерять. Даже человеческое подобие, не то, что богоподобие. А вот образ Божий из человека неистребим. Даже в самом страшном преступнике, маниаке, все равно образ Божий сохраняется. В том числе одно из самых главных свойств Божьих, которое нам, людям, было даровано — это свобода, свобода выбора. Мы видим, как человек избрал зло. Да, вот сознательно избрал зло. Значит, в нем образ Божий есть. Потому что, когда мы видим, что волчок бежит кушать ягненка, это он не избирает зло. Просто у него инстинкт, просто он кушать хочет. А когда мы видим, что какой-то человек кому-то сознательно вредит, то мы понимаем, это творение Божие, это образ Божий. Человек по своей свободе чего-то достиг. Достиг, в том числе, конечно, зла. Поэтому каждый раз, когда мы видим выбор свободный, то это как раз должно нам напоминать. Передо мной тот, кто как Бог. Просто он выбор этот делает свой неправильный. И потом смотреть на себя, потому что в себе очень удобно образ Божий замечать. И думать, а может и я тоже, если вот я как промахнулся, не разобрался с образом Божиим, в другом человеке и подобием, где разница? Может, я и в себе промахиваюсь? И может, и во мне образ и подобие Божие, они на самом деле образ-то есть, а подобия толком и нет. И стараться уже Богу уподобляться. Ну, а, конечно, еще в заключение, маленький технический, конечно, совет, дорогие братья и сестры. Когда мы видим неподобному Богу человек, то надо понимать, что этот человек, он образ Божий сохраняет, но под толщей греха. И чем больше на нем грехов, тем больше образ и подобие Божие в этом человеке расходится. И осуждая этого человека, мы принимаем на себя грех. Осуждая людей все новых и новых, которых мы видим только образ Божий, и их осуждаем, мы все больше и больше свой образ Божий в себе уже самих начинаем погружать под вот эту толщу греха. И подобие Божие у нас тоже пропадет. И мы можем достигнуть того дна, когда тоже подобия Божия уже не будет, останется один образ Божий, да и тот под гнетом грехов будет сложно разглядеть в самом себе. Продолжение следует...